всем привет сегодня у нас тема эфира будет это ошибки в сетевом бизнесе у новичка сейчас дождемся включения участников кто ждали эфир и прям буквально через две минуты мы начинаем сейчас для начала представлюсь немного расскажу о себе я кто я что я потому что знаю что многие люди здесь подключились и возможно видеть меня впервые и дальше пойдем поэтапно во первых для кого это эфир будет это эфир для всех людей кто возможно пробовали себя в сетевом пытались сетевом или сейчас находится на самом старте у них возможно что-то не получается сейчас будем разбирать все основные ошибки что не получается при точнее что не получается почему может не получаться как-то исправить что стоит обратить внимание ну в общем все подробно будем с вами разбирать я думаю стоит начать пока кратко расскажу о себе и ближе к делу уже через минуту буквально чем я сам с этим маркетингом занимаюсь уже четыре года полных пятый год у меня пошел в феврале этого года я до сетевого маркетинга занимался традиционным бизнесом то есть мне есть понимание как работает в принципе в целом бизнес я и до сетевого зарабатываю хорошие деньги поэтому сейчас подробно с вами поговорим о том как здесь зарабатывать деньги просите вам я не буду сегодня проводить никакие презентации и сетевой компании никакие презентации компании мы не будем затрагивать сегодня маркетинг plan мы конкретно говорим о том что нужно сделать новичку для того чтобы у него здесь получилось и И что не надо делать новичку, чтобы у него здесь не получилось. Точнее, что не надо делать новичку, чтобы у него здесь получилось. В общем, я думаю, стоит начинать. Напишите пока в комментариях, как у меня связь, звук, свет. Все ли слышно, видно. У нас просто на Бали сейчас какие-то ужасные перебои с интернетом. Ну, то есть вообще ничего не грузит. Поэтому мне важно, чтобы все у нас нормально работало. И напишите, какие здесь города. Тоже интересно, откуда люди смотрят. Все ок, супер. Смотрите, если вдруг какие-то перебои будут, вы напишите, пожалуйста, сейчас, что подвисает. Пытайтесь сначала перед этим перезагрузить эфир. Но если вдруг что-то, то перезайду в эфир снова. Либо там через другую сеть пытаюсь подключиться. Рязань, Москва. Буду рад, кстати, определенной обратной связи, если кто-то из вас есть. Ну, то есть, если я буду задавать вопросы, реагируйте. Ну, то есть, чтобы мы с вами ввели своего рода диалог, а не просто монолог с моей стороны. Мурманск, это есть супер. В общем, начинаем. Смотрите, буквально вчера я услышал фразу, то, что люди в моем окружении не будут заниматься сетевым маркетингом. Я с этого именно начну, потому что это самое понятное будет определение. Ну, часто очень люди с этим сталкиваются, то, что мои люди в моем окружении не будут заниматься сетевым маркетингом. У меня в окружении очень серьезные люди. Или отталкиваются, возможно, от религии, или от возраста, или от социального положения. Ну, и, соответственно, люди говорят, что, блин, это бабская тема, это тема для, я не знаю, не знаю для кого. Я занимаюсь серьезным делом, у меня в планах серьезный бизнес, может быть, или еще что-то. И, соответственно, очень часто люди сталкиваются с тем, что они не понимают, как вообще говорить о сетевом с людьми, у которых, например, немного другие взгляды на зарабатывание денег. Они видят, что это как-то серьезно нужно делать. А вот сетевой маркетинг – это абсолютно несерьезная деятельность. Смотрите, как я вижу сетевой, я буквально в двух словах скажу, потому что отсюда будет отталкиваться весь сегодняшний прямой эффект. В данном случае я занимаюсь сетевом в партнерстве с компанией НЛ, мы продвигаем продукт компании НЛ на рынок. И если это сравнивать с любой из франшиз, то есть у каждого из нас, у каждого человека есть возможность купить себе какую-то франшизу, франшизу какой-то косметики, франшизу какого-то фастфуда, в общем, их нереальное множество франшиз. Кем ты при этом становишься? В любом случае ты становишься традиционничком, у тебя появляется традиционный бизнес. Но что ты делаешь при этом? Ты при этом продвигаешь какой-то бренд на рынок. В этом случае у тебя появляется определенный геморрой на тебя накладывается, там может быть где-то логистика, документация, бухгалтерия, юридические какие-то аспекты на тебя накладываются. Ну то есть куча-куча всего, куча-куча-куча всего, в любом случае тебе с франшизной стороны, возможно, тебе помогают. Ну то есть люди, кто эту франшизу создали, возможно, нет, но смысл в том, что ты продвигаешь бренд на рынок. Если мы говорим сейчас про франшизу, то есть у каждого из вас есть возможность сейчас себе купить франшизу, я не знаю там кого, Ле Туаль, какие-нибудь там, я не знаю, Пятерочка, если это возможно делать, я честно не углублялся. Например, если говорим не про франшизу, а про обычный традиционный бизнес. В традиционном бизнесе ты абсолютно делаешь то же самое, ты продвигаешь свой бренд на рынок, независимо от того, какой деятельности, в какой сфере ты занимаешься. Это может быть инфопродукт, это может быть продвижение услуг, это может быть какая-то своя компания, это может быть продажа колбасы в своем городе на центральном рынке, в общем, я не знаю, продажа надувных шариков, ларек с газированной водой, что угодно. Ты в любом случае продвигаешь бренд на рынок, ты привлекаешь клиентов, ты занимаешься рекламой, ты делаешь так, чтобы твой продукт покупали. Вот в данном случае в сетевом маркетинге, независимо от того, какая компания есть, человек, который приходит в сетевый маркетинг, он продвигает продукт этой компании на рынок, с этого получает процент. Отличие, ну то есть когда мне человек говорит, это для меня несерьезно или еще что-то, для меня отличие от традиционного бизнеса в сетевом вообще никакого нет, только в названии. Ну то есть здесь просто система продвижения сетевая, там традиционно. Поэтому если мы сейчас говорим в целом о сетевом маркетинге, то я хотел бы с вами выражаться на понятном языке. Мы говорим о бизнесе, где мы зарабатываем деньги, мы зарабатываем деньги, занимаясь серьезным делом, и частая ошибка новичков, к первой ошибке мы приходим, это несерьезное отношение к делу. Ну то есть представим, что ты открыл просто любой бизнес и занимаешься им как-то, скажем так, на полшишечки, на чуть-чуть, понемножечку, совсем, ну там, я не знаю, раз в день уделяет ему 15 минут, а то и раз в неделю. Но никаких результатов, конечно, здесь быть не может, а с этим сталкивается огромное количество новичков, потом они, соответственно, у них может что-то не получаться, они потом начинают говорить о том, что, блин, у меня не получилось, хотя на самом деле что ты делал, сколько времени ты этому уделял. То есть это первый момент. Поэтому, когда вы начинаете, когда у вас люди стартуют, то первичная задача для человека донести, ну если он здесь планирует зарабатывать деньги, он хочет здесь зарабатывать много денег, для него донести серьезность этого дела. Ну то есть все зависит конкретно от твоего отношения к этому делу. Следующий момент. Отсюда как следствие, когда твое отношение к этому несерьезное, у тебя отсюда как следствие идет необучаемость процессу. Ну то есть ты начинаешь относиться к процессу обучения абсолютно безалаберно. То есть у тебя, например, открывается свой бизнес. Я не знаю, у меня было в свое время агентство праздников, ДНЛ, и именно там я, соответственно, начинал обучаться. То есть ты изучаешь конкурентный рынок, ты изучаешь какие, что сейчас в трендах, как продукт продвигается, как продукт продается, как его продавать. Ты смотришь кучу разных обучений для того, чтобы ты в своей деятельности стал профессионалом. Вот когда человек приходит, многие новички приходят в сетевой, они к этому относятся абсолютно, ну так вот, знаете, ну как бы есть там продукты, есть. Ну что мне его изучать? Ну знаю я вот там чай, знаю там я зубную пасту или там какой-то там менеджер диета. А, ну еда в порошке там знаю. Ну или еще что-то, любую другую сетевую компанию можно взять. Очень часто отношение такое, ну безалаберное именно к процессу обучения. Ну это мы говорим о продукте. Что же говорить здесь конкретно о бизнесе? В нашем бизнесе, в сетевом, как и в любом другом, ну я подмечаю, в любом другом, мы привлекаем людей для того, чтобы люди совершали товарооборот, чтобы люди покупали, становились клиентами, становились менеджерами. В общем, все идет вокруг создания товарооборота. Вот для того, чтобы создать товарооборот в любой другой деятельности, независимо где ты занимаешься этим, ну чем бы ты ни занимался, необходимо научиться. То есть в найм ты приходишь, ты обучаешься, на работу ты устраиваешься, ты обучаешься, бизнес ты свой открыл, ты обучаешься, инфопродукты ты свои создаешь, ты обучаешься, независимо, что ты делаешь. Почему многие новички приходят в сетевой и, ну, к этому относятся, ну, несерьезно. А, вебинар там посмотреть, да, ну, не сегодня. Тебе обучение скинули после активации контракта? Не, не, не сейчас. Ну, как бы я и так все знаю, что там, ну в сетевом, что ли, не разберусь. Как бы, ну, все понятно, продукты продавать надо, ну, людей подключать надо. А как это ты будешь делать? Как это, ну, как совершать покупки? Как работать с клиентами? Как работает продукт? Как подключать людей? Как включать людей? Как работать с этими людьми? Ты понятия не имеешь. Ты понимаешь только верхушку айсберга о том, как работать с сетевой маркетингом и все. То есть ты не углубляешься в процесс обучения. То есть это ошибка номер два. Следующее. Иллюзия быстрых денег. Ну, также я все буду проводить на принцип обычного традиционного бизнеса. То есть, допустим, ты открываешь также свое дело, цветочный магазин, и хочешь стать миллионером. То есть у тебя есть четкое ожидание, что ты в первый месяц заработаешь 50-70 тысяч рублей. Может это произойти? Ну, чисто теоретически может. Возможно, даже физически, практически это может произойти. Произойдет ли это? Не факт. Произойдет ли, что ты уйдешь в плюс при открытии традиционного бизнеса в ближайшие 2-3 месяца? Тоже не факт. То есть, потому что, как правило, в традиционном бизнесе необходимо определенные вложения. Ты вкладываешь какую-то сумму денег, возможно, часть своего капитала, какие-то накопления, или в кредитную карточку покупаешь какую-то продукцию для того, чтобы ее реализовывать. И тебе для того, чтобы просто выйти в плюс или там в ноль, тебе необходимо потратить энное количество времени. И, ну там, это может быть занять 2-3 месяца. В исключительных случаях это занимает 1 месяц. Ну я, то есть, таких случаев просто 1 на миллион. Как правило, это занимает 4 месяца, 5 месяцев, полгода. А многие приходят в сетевой маркетинг такие, в сетевой бизнес. Я в первый месяц не заработал свои деньги. Типа, все, ну как бы это не для меня. Понимаете, да, в чем вы имеете? То есть, необходимо поставить себе задачу, когда ты приходишь в сетевой бизнес, как и в любой другой, в течение года, в течение года ты делаешь конкретные действия, которые от тебя там, ну тебе говорит наставник, которые от тебя требует система, которые от тебя требует просто банально этой индустрии. Ты делаешь согласно определенных алгоритмов определенные действия. Об этом сейчас кратко затронем тему. И ты ставишь себе задачу на протяжении года. Но смысл в том, что ты в течение этого времени ты должен регулярно делать действия. Не останавливаясь, не переставая, не там, не уходя в спячку, не делая так, что месяц работаю, месяц отдыхаю. То есть, ты ставишь себе задачу год работать. И если в течение года у тебя ничего не получается, тогда ты можешь делать какие-то выводы. Если у тебя не получается там в течение первых двух недель или первого месяца, и это не считается. Ну, потому что сам процесс обучения только у тебя будет занимать порядка одного месяца. Я хотел в конце об этом сказать, но раз тема эта зашла, хотя нет, давайте об этом позже. Третий момент – это иллюзия быстрых денег. Как и в любой другой деятельности, быстрых денег здесь тоже не бывает. То есть, можно выйти, но изначально есть у тебя хороший ресурс. Если ты там уже какой-то, может быть, успешный человек, у тебя есть какая-то своя аудитория, возможно, какой-то авторитет, безусловно, можно быстро выйти. То есть, у меня это получалось, есть примеры огромного количества менеджеров, которые в первом месяце зарабатывали там 40-50 тысяч рублей, там 70 тысяч рублей. Второй месяц там выходили на доход 100-120 и выше. Но это мы сейчас говорим про большинство. То есть, кто наша целевая аудитория в сетевом маркетинге? Это абсолютно обычные люди, которые приходят с абсолютно обычных работ, с абсолютно обычных бизнесов, с абсолютно обычных семей, с абсолютно обычным социальным положением. Вот у этих людей, чисто физически, не может получиться все в первый месяц на взлет за 50-60 тысяч рублей. Только при невероятном желании просто, если его разрывает от того, сколько он сильно хочет денег. Но если это у тебя, тоже нужно себе задать вопрос. Следующий момент. Нежелание тестировать и разбираться продуктами. Я сегодня специально иду со стороны именно ошибок, потому что, ну, знаете как, говорить о том, как делать правильно, ну, да, возможно, но правила есть для того, чтобы нарушать. Хотелось бы предупредить многих новичков о том, какие ошибки нельзя совершать. То есть, нежелание тестировать продукт, это когда ты берешь, например, открытие бизнеса, по продаже трусов или, ладно, одежды, обуви, чего угодно. Обувь самая оптимальная. Мы вчера смотрели фильм, кстати, очень рекомендую. Дуэль братьев истории Adidas и Puma. Если кто видел, отпишите. Фантастический фильм на реальных событиях о том, как создавался бренд Adidas, бренд Puma. Какая-то была история. И там есть один момент, то, что там создатели бренда Adidas, каждую свою обувь он тестировал. То есть, он бегал в них, он прыгал в них, он там изучал, как работает, когда порвется и так далее. Вот это должно происходить в любом деле. Также в сетевом бизнесе. То есть, у нас, например, есть флагманские продукты. А многие как подходят? Они купили себе зубную пасту или чай. Такие, о, чай вкусный. Ну, неплохо. Зубная паста, ну, чистит зубы нормально. Там, я не знаю, кофе себе попил или там что, батончик съел, все. Ну, как бы у тебя внутреннее ощущение есть, что ты вообще продукты бизнес понял. Но это же не так. То есть, для тебя необходимо выбрать, во-первых, первичные задачи, флагманы и их протестировать на себе, изучить. Что такое тестирование? Это когда ты умышленно находишь желаемые плюсы в этом продукте для себя. То есть, ты не пытаешься найти в нем, возможно, да, какие-то минусы тоже ты находишь. Но ты находишь, какие у тебя задачи этот продукт может решить. То есть, это может быть Энердж диет, это может быть какие-то БАДы, Биадрон. Я сейчас говорю конкретно про компанию. То есть, если у вас, соответственно, менеджер смотрит других сетевых компаний, у вас также есть какие-то флагманы. Тебе необходимо тестировать конкретные продукты, находя в них плюсы для себя. Потому что, когда ты их нашел, ты можешь любому человеку объяснить, почему этот продукт необходимо купить или почему этот продукт будет людям нужен. То есть, тестировал ли ты это? Ну, навряд ли. Многие менеджеры, кто приходят, новички, не тестируют продукт. После тестирования, когда ты провел тест над продуктом, ты начинаешь в продукт влюбляться. А у многих все сводится на уровне пробы. Я просто попробовал, ну, вкусно, да, Энердж диет, ну, неплохой продукт. Вкусненько там, да, нормально там. Аппетит, ну, удаляет, да, неплохо. В принципе, сладкую не хочу. Вот и все. Вот и все тестировали. Что уж говорить вообще, в принципе, о процессе обучения, когда ты разобираешь в составах продуктов, и как он, соответственно, работает, влияет на организм человека. И я сейчас говорю конкретно про флагманы. И я сейчас говорю конкретно про компанию. То есть, у нас есть как флагманы, это продукты, которые несут большое количество пиви. Кстати, как обрезать флагман? Ну, все просто. Если продуктов пиви несет много, соответственно, это флагман. То есть, все просто. Есть малопивишные продукты, такие как зубная паста. Это не флагманы, на них бизнес не построен. Я отношусь к этому как чисто к вторичным продуктам. То есть человек пошел, купил себе там Энрождиет, купил себе какие-то БАДы, зашел в магазин, такой, о, зубную пасту себе возьму, о, прикольно. То есть на зубной пасте бизнес не построить, на дезодоранте для ног бизнес не построить. Именно поэтому ты можешь пробовать там и чай, ты можешь пробовать зубную пасту, ты можешь пробовать себе там шампунь, гель для душа, но тестировать ты должен флагманские продукты. Следующая ошибка. То есть вот то, что я сейчас сказал, я говорю о том, что не тестируют, не изучают, не пробуют на себе, не экспериментируют. Вот об этом речь. То есть я в свое время, кстати, сидел на ЭНЖДЕД специально 30 дней для того, чтобы опробовать вообще, что со мной будет происходить. То есть вот что называется тестирование. Когда там, я не призываю сейчас это ни в коем случае делать, но когда ты там садишься на программу старт, ставишь себе задачу похудеть, получаешь результаты или еще что-то, если мы говорим сейчас про ЭНЖДЕД, в этом случае у тебя происходит уверенность и получает, ну, вот это освоение, тестирование продукта. Следующая ошибка. Ожидание, что придет конкретный человек. Мне когда провели встречу, меня также подписывали, бизнес, как и многих из вас, и я уверен, что... Я помню, мне нарисовали эти кружочки, у меня первичная мысль от наставника, ну, то есть я такой, о, все, у меня будет там Вася, Петя, Даша и Маша. Ну, грубо говоря, эти там 5 человек, все, это мои будут звезды, мы с ними станем миллионерами и так далее. То есть у многих новичков происходит примерно такая же картина. Ты сразу, вот буквально вчера мне менеджер проводил встречу, скидывал встречу мне, скажем так, на то, чтобы я посмотрел, как он проводит встречу, ну, реально встреча с человеком, и он проводит встречу, и тот человек ему говорит, о, у меня есть 2 знакомых, они точно включатся. То есть человек еще продукт не попробовал, он ничего еще не знает, он уже за людей решил, что они уже там включатся и все сделают. Ну, вот так я вам от себя скажу. Я позвал на свою первую встречу, у меня была не то, что первая встреча, я сразу решил массой пойти. Я собрал, когда только зарегистрировался, большую массу людей, я собрал там 29 человек, точно сейчас уже не вспомню, ну, там около 30 человек. Это были мои близкие знакомые, там были братья мои, близкие друзья, друзья друзей. Ну, то есть вот все, кто с кем-то общался, я их всех собрал, и из них зарегистрировалась одна девочка. Одна. То есть я, когда их позвал, у меня внутреннее ощущение было, что... Люди себе отказали, отказали каким-то возможностям. Я же вижу в этом возможность. То есть они не мне отказали. Они не отказали тому, чтобы со мной вместе зарабатывать. Может быть, кто-то из них и да. Ну, то есть там, может быть, как-то скептично отнесся к тому, что я рассказываю. Но по большей степени люди отказались себе, но от конкретной возможности там изменить, грубо говоря, свою жизнь. И именно поэтому я сейчас вам говорю о том, что необходимо... ...миллион рублей в месяц, ежемесячно. Соответственно, ожидание того, что у тебя придет конкретный человек, то есть как еще это может выглядеть. Я предложу вот тому, потому что я думаю, что ему это будет интересно. Ну, и соображение, что он там бедный, и соображение, что там, может быть, он успешный, или вы соображение, что он, может быть, медийный или еще какой-то. Ну, у меня, знаете, сколько таких приходило, на кого я ставил ставки. Там приходит какой-то там, думаю, что, ой, медийный, ой, там вообще бизнесмен, ой, а этот продажник великий. Ну и все. Либо это бывало, что люди останавливаются еще на моменте регистрации. Бывает такое, что человек там вроде амбиций куча, а толку ни хрена. Так, ребят, проверим связь. Слышно ли нормально все? Там плюсаните в чат, пожалуйста. Потому что реакции нет, и поэтому, ну, я понимаю, что многие говорят, многие слушают, что я говорю, но мне нужно проверить, все ли хорошо. В общем, давайте пока подведем итог по этим четырем основным моментам. Первое – это несерьезное отношение к делу. Это когда ты не видишь в этом перспективы, ты относишься к этому постольку, поскольку. Получится, не получится, да и хрен бы с ним. То есть не делаешь для этого всего от себя, ну, то есть, у нас сетью. Все хорошо? Ребята, отпишите. А сейчас лучше? Вот давайте сейчас, я просто переключился на обычную телефонную сеть. Полагает она на телефонную сеть. Надеюсь, что будет... Вернулся назад на Wi-Fi. Может быть, сейчас будет лучше. В общем, не отпишите обратную связь. Давайте там, что по сети, чтобы я тоже видел, потому что у меня нет никакого чата, поэтому только выдали мне обратную связь именно по сети. Лагать может, да, я предупреждал, потому что на Бали такой интернет не очень. В общем, идем дальше. Скриптовое общение с людьми. Что я подразумеваю под скриптовым общением? Безусловно, это спам, это рассылки сообщений. Знаете, как определить спам для себя? Ну, то есть, занимаюсь я спамом или нет? Я тоже через это проходил. Я вроде пишу сообщение, оно такое адекватное, по моему мнению. Я думаю, что, ну, вот на это сообщение человек точно клюнет. И я начинаю рассылать его всем, просто подставляя разные имена. Все, это сразу спам. Вот это нужно сразу понять. Тоже относится к телефонным разговорам, тоже относится к любым сообщениям, призывам и общениям с людьми. И как только ты внутри ощущаешь, что ты это уже говорил кому-то, что ты уже повторяешься, все это сразу начинается с криптового общения, и это сразу начинается спам, люди начинают это ощущать. Кто с этим сталкивался, тоже, ну, там, дайте обратную связь. Было такое у вас? Ну, то есть, что человек говорит, хватит со мной скриптами разговаривать. Ну, то есть, просто мне это говорили вообще постоянно. И потом я просто понял, что, блин, ну, я реально разговариваю скриптами, как фанатичный сетевик вообще просто, как сумасшедший и неадекватный и так далее. Поэтому я выбрал следующую позицию. Для того, чтобы у вас люди к вам, ну, на вас адекватно реагировали, необходимо, ну, коммуницировать с ними. Скажем так, в живом диалоге. В живом диалоге это как происходит сейчас с вами. То есть, у меня абсолютно неподготовленные сейчас вебинары, есть только тезисные темы, которые, соответственно, я выбрал для себя там несколько, вот я выбрал ошибки, которые. И я, то, что я вам говорю, это неподготовленная речь. Если бы я подготовил речь, вы сразу бы ощущали, что это скриптовое общение. Соответственно, когда вам звонят там из банки, из банка, это не сообщение текстом. То есть, вам не пишут из банка, например, звонят, или откуда-то телефон оператора, и они начинают с вами разговаривать. Вы же ощущаете скриптовое общение. Вы ощущаете, что с вами как будто разговаривает робот. Вот все, вот об этом и речь. То есть, категорически нельзя, ну, повторяться, понятно, в любом случае мысли какие-то будут повторяться при общении с людьми, но научитесь с людьми разговаривать в живом диалоге. Живой диалог – это когда ты просто человеку задаешь вопросы, спрашиваешь его мнение, рассказываешь ему о своем мнении. И это относится и к встречам, это относится к приглашению людей в бизнес. Но никогда, ни в коем случае, ни в коем случае нельзя людям рассылать сообщения, если они там похожи друг на друга, вообще нельзя это делать. То есть, какие-то заготовленные уже аудио, ну, все, это прям в путь вообще никуда. То есть, вероятность того, что у тебя что-то получится, ну, очень мала. То есть, очень много действий нужно сделать, чтобы сделать хорошую конверсию. Итак, идем дальше. Нежелание пользоваться рабочими инструментами, если вы писали. Я под этим подразумеваю такие вещи, как введение Инстаграма. Очень тоже часто бывает такое, что менеджер ко мне регистрируется, мне говорит, Миша, я вот вообще инсу не веду. Вот ты сторисы снимаешь, ты видео там снимаешь, вообще такой молодец, а я вот вообще ничего не веду, как мне быть без Инстаграма. Без Инстаграма можно, конечно же, зарабатывать здесь деньги, 100%. Есть люди, которые зарабатывают, зарабатывают очень неплохо, вообще не имея перед собой Инстаграма. Но есть такое понятие, как рабочий инструмент. Вот что для нас рабочий инструмент? Ну, например, умение пользоваться WhatsApp. То есть, это же понятно? То есть, просто разобраться в том, как это работает, как работают чаты, что такое чаты. Умение просто пользоваться WhatsApp. Можно ли построить сетевой маркетинг без умения пользоваться приложением WhatsApp? Конечно, можно. Можно письма по почте отсылать. И тоже при этом построить компанию. Ну, команду большую. Можно с людьми лично встречаться. Например, неумение пользоваться такими приложениями, как Zoom, Skype, неумение устраивать конференции. То есть, это рабочий инструмент. Можно ли без этого бизнес построить? Безусловно, можно. Можно созваниваться по телефону стационарному, который еще с такой вот крутилкой. Понимаете? То же самое относится и к Инстаграму, к социальным сетям. Куча сейчас новых социальных сетей. Там тоже самый TikTok, который сейчас я активно начал вести. Все это рабочие инструменты, которые помогают в перспективе вам в дальнейшем привлекать людей, привлекать клиентов. И если ты не желаешь вообще в этом разбираться, ну, не надо ждать результатов. Понимаете? Вообще, ну, нет смысла никакого даже их ждать. Ну, например, те же самые stories. Вот, допустим, почему я об этом, ну... Я не призываю сразу регистрироваться менеджера и сразу там выкладывать посты по бизнесу, привлечение людей, там, становиться неадекватным сетевиком, засирать свою страницу одним продуктом, там, выкладывать фотки каких-то там дезодорантов, зубных паст и так далее и с простым описанием текста и ценой. Не призываю я к этому. Я говорю сейчас о другом. То есть, допустим, на тебя подписано 300, 400, 500 человек. Вот, чтобы тебе им сообщить о том, что через тебя можно купить продукцию компании Инна, или о том, что ты пользуешься этим, или о том, чтобы просто им рассказать о том, что ты зарегистрировался в компании. Сколько тебе потребуется времени, чтобы сделать это им адекватно, ну или вот сейчас, на данный момент, в эфире 44 человека, если правильно показывает, ну то есть, нет никаких задержек, вот чтобы мне каждому из вас провести подобное обучение, сколько потребуется времени. То есть, по часу, 44 часа, двое суток, мне с каждым из вас нужно поговорить. Ну, согласитесь, отличный инструмент Инстаграма. Или о том, что начинается у нас какой-то проект, какой-то марафон, например, такой, как Сила воли. То есть, я, например, веду проект Силы воли, и мне нужно оповестить о том, что люди, ну, начинается проект. Все, я оповестил в Инстаграме. Уже большая часть людей, конечно, об этом знают. И это не исключает момент того, что ты общаешься с людьми лично, потому что многие не заходят в Инстаграм, многие пролистывают сторис, многие не смотрят прямые эфиры. И в любом случае ты общаешься много лично, но когда ты подключаешь социальные сети, когда ты начинаешь пользоваться чатами, когда ты начинаешь разбираться в инструментах, ты начинаешь понимать то, что, блин, это очень крутой инструмент. У меня входящие заявки на бизнес начинались изначально, как только я зарегистрировался, потому что я сразу начал транслировать о том, что я начал заниматься, со мной можно работать, я могу научить, я серьезно настроен, и люди в моих глазах, в моем сердце, в моей душе видели это. Следующий момент. К рабочим инструментам я отношу еще собственное развитие. К собственному развитию я отношу конкретно чтение книг. То есть очень много менеджеров приходит с изначальным каким-то определенным своим бэкграундом, опытом, например, о том, что ты работал продажником сотовых телефонов, и у тебя есть понимание, что ты можешь продать тебе в мире в этом вообще все, что угодно. Вот это ошибочное понимание. Или ты, например, у тебя был свой традиционный бизнес, ты продавал цветы, у тебя была цветочная лавка на центральном рынке твоего города, ты продавала розы на 8 марта, и у тебя есть внутреннее ощущение, что ты вообще теперь бизнесмен и можешь миллионы зарабатывать. Вот это ошибочное мнение. И я это изначально сразу понял. Когда я пришел в сетевой и с традиционного бизнеса, я сразу понимал, что это новая индустрия, в которой мне нужно изначально развиваться и мне самому личностно расти, потому что мне за собой придется вести людей, мне работать с клиентами, и мне необходимо научиться говорить. Я начал читать книги, я начал развиваться, и книги читал абсолютно разного формата. Начиная от того, как устроен бизнес, заканчивая тем, как там вести психологию, психологии отношений и так далее, воспитание детей, да что угодно. Потому что все это создает мозг твой, прокачивает речь и так далее. Следующая ошибка – теоретики. Это прям вообще ужасная, ужасно страшная ошибка, с которой сталкиваются все, наверное. Ну, за исключением, знаете, двигателей. То есть не буду сейчас на себя корону одевать, там хвалиться, я вот к таким отношусь. То есть мне было всегда интересно в процессе работы сталкиваться с ошибками, с какими-то там недопониманиями стороны людей, научиться с этим работать в процессе. Ну, то есть потому что в процессе в любом случае быстрее обучаешься. То есть, грубо говоря, вот мы сейчас, я недавно проводил вебинар для своей структуры, вот я сейчас начинаю снимать видео, монтировать. И когда ты начинаешь это делать, ты быстрее обучаешься. Когда ты только смотришь видео обучающей, как это делать, ты не можешь этому научиться. Потому что у тебя нет процесса обучения. То есть нет практики. Вот здесь в сетевом абсолютно то же самое работает. Абсолютно. То есть когда ты начинаешь проводить встречи, когда ты начинаешь работать с клиентами, когда ты начинаешь рассказывать об этом, когда ты начинаешь вести сториз, только в этот момент происходит процесс обучения. А если мы вернемся к нашей какой-то второй ошибке, не обучаемость. Это сюда же относится. От того, что смотришь вебинары, читаешь книги, смотришь, общаешься с наставником. Ну, это нулевая. Результата вообще не стоит ждать. Результат приходит только, когда ты делаешь конкретные целенаправленные действия. Все. Это факт. Его нельзя отрицать. В любом деле, в спорте, в бизнесе, в отношениях, где угодно. То есть можно про отношения в семье читать по книжкам и подписанным быть на блогеров крутых. Но если тебе блогер или там какой-то психолог, или там книга тебе дает совет конкретный, что нужно сделать, и ты это не делаешь, то смысла в твоем обучении и чтении просто нет. Потому что только в процессе конкретного действия у тебя получается и достигается результат. То есть ты столкнулся с ошибкой. Эту ошибку потом начинаешь корректировать, анализировать, делаешь новое это же действие, но уже с исправленными своими ошибками. Вот только в этом случае ты получаешь результат. Следующий момент. Общественное мнение к нему, это очень важная, я считаю, ошибка. То есть когда люди в твоем окружении не верят в тебя, сомневаются в твоем результате, не верят, что у тебя получится, не верят в то, что вообще компания этой рабочая, не верят в сетевой маркетинг или еще что-то. Ну, во-первых, необходимо задаться себе вопросом, кто этот человек, какой его экспертное мнение в этом вопросе. Ну, то есть, допустим, приведу пример, как и у любой семейной пары, которая очень длительное время вместе, а мы с Крисом уже очень долго вместе, каждая семейная пара, кто сейчас в длительное время в отношениях, подтвердите, проходит всегда тяжелые времена. Это связано с чем угодно, с личным недопониманием, с финансами, может быть, связано, просто с притиркой какой-то определенной. Вот у каждого этот момент есть. И всегда находятся в том окружении друзья, которые какие-то знакомые, которые говорят «Все, заканчивай, ничего не получится, тебе ничего не светит, этот человек не твой, не твой, ну ничего, все, заканчивай». Сколько раз я это слышал, вы даже представить себе не можете. Но смысл-то в том заключается, что когда ты начинаешь, соответственно, в это не верить, и начинаешь пробовать, и начинаешь задавать себе вопросы, насколько эти люди экспертны в этом вопросе. Ну, то есть, действительно ли их отношения, которые, соответственно, у них есть, они для меня являются какими-то экспертными, авторитетными, и могу ли я прислушиваться к их мнению? Нет, конечно. Конечно нет. Все. В бизнесе, в сетевом то же самое. То есть, в сетевом маркетинге ты пришел, кто к тебе говорит, у тебя не получится. То есть, допустим, не в обиду моей маме, она мне говорила то, что у меня не выйдет. Ну, это там не то, что не выйдет, а скептичное было отношение. То есть, учитывая при этом, что у нее очень хороший бэкграунд. Такой вопрос. Нет. Значит, к этому мнению я могу не прислушиваться. Если к тебе твой муж подходит и говорит, слушай, какой сетевой маркетинг? На хрена вообще всем этим заниматься? Ты что? Да у меня там у той не получалось, у той не получалось. Хорошо, какое твое экспертное мнение? Действительно ты, ну, понимаешь, то, о чем ты говоришь? Или это только на словах? То есть, сколько вы знаете людей, которые реально, вот если я вам говорю о том, что они были в сетевом маркетинге, год пахали, делали все, что там от них требуется, и у них не вышло. Безус, ну, то есть, не берем сейчас в расчет, что там они остановились. То есть, есть пример такие, там полгода пахали, именно поэтому их мнение не может быть вообще, в принципе, экспертным для вас. И я приведу сейчас, ну, одну историю. Недавно скидывали на нас чат, это меня сильно это зацепило. Проводился эксперимент, вольер или там заповедник какой-то, или зоопарк. Ну, там были обезьяны, допустим, было пять обезьян, им кидали бананы, горсть бананов, и одна из обезьян подбегала к бананам, и ее ошпаривали там водой. Ну, то есть, там из напора очень сильного. Ее ошпаривали водой, она там боялась, все начинали бояться, потом снова рыбок к этим бананам. Ее снова ошпаривают к этим бананам подходить. Соответственно, ее начинают выводить, заводят следующие обезьяны. Ну, то есть, ее вывели из вольера, следующие обезьяны поставили на ее место. Она ничего не знает ни о каких бананах, она ничего не знает об этой воде, она начинает подбегать к этим бананам, ее снова ошпаривают там водой и так далее. Ее снова ошпаривают. Все, она начинает отбегать. Она снова начинает подбегать, ее снова ошпаривают. Всё, у неё сразу у неё появляется. Они просто видели по реакции других обезьян то, что к этим бананам не стоит идти, что-то там не то. Понимаете? Вот о чём здесь речь. То есть, знают ли ваши люди, окружение по-настоящему, что такое сетевой маркетинг и как это работает? Были ли они здесь, прочувствовали ли они всё это или где-то там как-то понаслышке? Где-то там кто-то когда-то регистрировался в каких-то компаниях и там у него не получилось. Вот о чём речь. Итак, пройдём сейчас по ошибкам по основным. Несерьёзные отношения, необучаемость процессу. Иллюзия быстрых денег, нежелание тестировать продукт на 100% и изучать его, ожидание, что придёт конкретный человек и сам добьётся успеха и у тебя всё покрёт в гору. Скриптовое общение с людьми, нежелание пользоваться рабочими инструментами, не действует, потому что люди очень многие являются теоретиками, слушают мнения чужих людей. Понимаете? Вот так вот. Касаемо ошибок, их на самом деле очень много можно перечислять. Я сейчас выбрал со мной, эфир обязательно будет выгружен, я постараюсь это сделать, я очень надеюсь, что он будет выгружен без заминок и без опинок. Он будет в YouTube в полностью сохранённом формате. Касаемо, если вдруг люди будут, которые сейчас смотрят это эфир, вы не зарегистрированы нигде и, например, хотели бы попробовать себя в сетевой маркетинге, всегда можно мне написать ссылку в шапке профиля, в Instagram, написать в директ, в WhatsApp, как угодно, связаться со мной, вестись в курс дела. И я, соответственно, объясню, как работать и начну работать с вами. Касаемо ошибок, я от себя добавлю следующий момент. По поводу ошибок, вот чтобы у вас их не было, самое важное, что вы должны были услышать из этого эфира, необходимо просто действовать. Понятно, обучиться, научиться протестировать продукт и начать что-то делать. И процесс ошибок у тебя начинает корректироваться, когда ты начинаешь сталкиваться со сложностями. Ты со сложностями столкнулся, начинаешь в процессе обучаться, анализировать, про это я уже говорил в эфире, и в следующий раз ты делаешь значительно лучше. Вот это, наверное, самый лучший вариант. И к этому эфиру я делал анонс и писал, как же здесь заработать быстро очень денег, не совершать этих ошибок. И в следующий момент, наверное, я скажу, что самое правильное, что необходимо делать, это не останавливаться, как бы это отвратительно, ужасно и банально не звучало. Ну, то есть ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя останавливаться, ни в одном деле. Бизнес, спорт, отношения, я не знаю, что угодно, духовное развитие, тебе нельзя останавливаться, пока ты не получил желаемый результат. Ты ставишь себе задачу двигаться в этом направлении год, делать все возможное для того, чтобы достичь этого, и либо, если у тебя не получается, ну все, тогда ты умываешь руки. Ну, еще раз приведу, ну, приведу, ну, так же на тему отношений, вот, как вот у нас, например, с Крис Былом, так я уже говорил, все проходят сложные времена, и я помню для себя ставил, ну, задачу. Я сделаю все возможное для того, чтобы эти отношения сохранить, потому что для меня это было важно. И если не получится, я буду внутри ощущать, внутри ощущать, что я сделал все возможное. В бизнесе то же самое. Поставь себе задачу, ну, сделать все возможное для того, чтобы получить здесь результат. Вот и все. Давайте уделим пару минут вопросам. Какие есть вопросы, задавайте, я на них отвечу. Буду рад, кстати, вашим репостам в сторис, друзья, буду вас себе отмечать. Если был эфир полезный, то отмечайте в сторис обязательно, себе буду репостать, кому было полезно. Только пишите, ну, реально, что было полезно, насколько было полезно, что зашло, не зашло. Я надеюсь, что было полезно. Я так понимаю, что у нас есть проблемы с сетью. Все пишут, что эфир там тормозит, подтупливает. Поэтому по вопросам, я думаю, оставим их в следующий раз. Надеюсь, что будет у нас эфир. Я в следующую срезу тоже подготовлю вам эфирчик хороший. Вот. Но я думаю, что на сегодня все. 40 минут у нас было полноценного, я думаю, эфира. И надеюсь, что был полезен. Все, друзья. Рад был всех видеть. Жду ваши отметки в сторис. Обратную связь в директ. Пожалуйста, пишите там, как полезно было, не полезно. Кто у нас находится в рабочих чатах в моей команде, пишите в чаты, друзья. Те, кто хотят себя попробовать в сетью, все же нормально начать разбираться, не делая тупых ошибок, вы можете писать мне в директ и буду с вами работать. Я эфир заканчиваю, друзья. Рад был всех видеть. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok